Песня про завод, которую исполняют на местном котельном заводе прямо во время одной из смен. Синтипан группа Ваниль тоже сначала посчитала эту идею шуткой, поскольку не слишком популярна для таких предложений. Разве что в Алтайском крае наслышаны про ее музыку о провинциальном быте и чувствах. Однако теперь число слушателей может вырасти. Все благодаря проекту «Посмотри на музыку». Почему именно мы предлагаем посмотреть на музыку? Потому что мы видим эмоции, те эмоции, которые передает исполнитель. Если смотреть на московский рынок, то действительно большая конкуренция. И чтобы хоть как-то наших исполнителей бустить, мы этот проект по этой причине тоже создали. Благодаря проекту можно не только посмотреть на музыку, но и узнать парочку интересных фактов об исполнителях. Так, к примеру, у комнаты культуры, которую знают по всей России, есть свои обряды. За пять минут до выхода обнимаемся, стоим, обмениваемся энергетикой, энергией и говорим там некие слова друг к другу, поддерживаем. Проект «Посмотри на музыку» для исполнителей бесплатный. Не надо платить даже за аренду локаций, которые тут подбираются, исходя из репертуаров. Например, торговый центр или завод, который членам группы «Ваниль» знаком не только по одноименной песне. Она вообще о неформальном человеке. То есть на завод приходишь, там какие мужчины? Мужчины брутальные, мужчины с коротко подстриженной. И пришел туда я. Я пишу песни. В общем, пришел такой неформал, у которого на голове больше волоса, чем 3 мм. И столкнулся с такими упорными взглядами. Чтобы показать свою музыку, необходимо подать заявку и пройти отбор. По словам Вячеслава Андросова, больше всего им нравится снимать группы с большим количеством инструментов. В будущем создатели проекта хотят сделать несколько выпусков в Санкт-Петербурге или Москве. Данил Кузнецов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова